Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар, на котором я вам показываю, главное, рассказываю, куда же можно переехать на ПМЖ в город Краснодар, либо в близлежащие районы, а также показываем вам обзоры домов, на какой бюджет, что можно рассчитывать и какой объект можно приобрести для себя. Сегодня мы с вами смотрим дома Северского района. Сейчас мы в станице Северской и продолжаем с вами осмотр жилых домов, новой постройки. 21 года постройки в двух этажах, дом общей площадью 125 квадратных метров. На первом этаже у нас будет кухня, столовая и гостиная. На втором этаже три полноценные жилые комнаты, два санузла. Пойдемте, я вам все покажу и расскажу. По поводу стоимости. Стоимость данного домовладения 5500 при наличном расчете. Если у вас ипотека или какой-то другой вариант расчета, звоните, будем договариваться. Итак, что касается строительства. Пойдемте посмотрим, я все расскажу. Сейчас дом заканчивается, да, такие строительные последние работы. Отмостка заливается. У дома свайно-ленточный фундамент. Сваи на 2 метра в глубину зашиты туда. В землю и далее пролит фундамент. Лента сверху в виде цоколя на 60-65 сантиметров. Потом подушечка. И дальше пошло строительство самого дома. Дом у нас полностью кирпичный. Построен в два кирпича. Облицовочный кирпич. Ну вот, сами видите, да, качество кладки. На задний двор будет из кухни выходить терраса. Ну, террасу на данный момент, да, ее не сделали. В стоимость она не входит. Если она вам необходима, всегда говорю, что стоимость террасы порядка 200-300 тысяч в зависимости от размера. Но выход на улицу сюда предусмотрели, поэтому можно сделать, доделать, да, если она вам нужна. А площадь земельного участка, сказала, 4 сотки. Есть заезд под машину. Ну, как бы 4 сотки есть 4 сотки, да. Ну, какие-то насаждения, небольшие, небольшую тепличку, такое место для бассейна поставить есть где. Итак, друзья, что касается коммуникации. Газ, свет здесь центральный, газ уже подключен, и это очень важно, потому что на сегодняшний момент в домах новой постройки, которые строятся как отдельное домовладение на разбитых участках, да, на разделенных участках по станицам, сейчас есть сложности некоторые с подключением газа. Поэтому, когда он уже подключен, это хорошо. По поводу скважины, да, здесь вода не центральная, здесь будет скважина, скважина глубиной 25 метров, канализация септик, установлена, оборудованы два кольца. Пойдемте с вами посмотрим сам дом. Итак, друзья, мы с вами вошли в дом. Напомню, что у нас дом двухэтажный, общей площадью 125 квадратных метров. Такой прямо компактный, и для тех, кто любит спальню и штер, чтобы были на втором этаже, ну, в общем, такое интересное решение. У нас, значит, на первом этаже несколько помещений, это кухня-столовая и гостиная, и санузел. Ну, давайте сначала, зашли мы с вами в прихожую. Моя любимая тема, да, когда вот есть хорошие углы для того, чтобы можно было поставить шкаф-купе и оборудовать прихожую, где осталась вся обувь, грязные какие-то вещи, и все, они дальше в дом не тянутся. Так, друзья, давайте посмотрим с вами жилые помещения. Налево у нас расположилась гостиная, комната большая, площадью 25,5 квадратных метров. Предусмотрен выход во двор из этой комнаты, разведена вся электропроводка, стены подготовлены под предчистовую отделку, предусмотрена и разведена электрикой, и оборудована уже телевизионная зона. Предполагается, что напротив у нас должен быть диванчик, и, в общем, телевизор будем смотреть отсюда. Смотрите, если у вас, допустим, большая семья, да, и нужно увеличить количество жилых комнат, то, в общем-то, эту комнату можно разделить на две, вполне себе сделать рабочий кабинет и сделать гостевую комнату на первом этаже. Пока дом в стадии предчистовой отделки, это все возможно сделать. Прямо напротив гостиной у нас расположилась кухня-столовая, кухня-гостиная. Ну, раз гостиная у нас есть, да, зал, то, наверное, больше как кухня-столовая. Такая огромная, большущая по площади, также она 25 квадратных метров. Выделена зона готовки отдельно, все коммуникации, вся проводка разведена. Теплый пол внизу по кухне, по прихожей, по санузлу. И дальше вот большая площадь, это, в общем-то, сама столовая. Ну, либо это помещение, я бы даже, наверное, использовала как кухню-гостиную, да, кухню-столовая, кухня-гостиная, но 25 метров, в общем, вполне достаточно. А там подумала бы и разделила, возможно, на кабинет и на гостевую комнату. Возможно, было бы так интереснее. Прямо справа от кухни у нас санузел, санузел первого этажа. Санузел здесь площадью 5 квадратных метров, санузел совмещенный. Что касается подлестничного пространства, да, тоже оно здесь присутствует. Вот видим, здесь разведена, разведена коммуникация, установлен фильтр на воду, датчики давления и разведен теплый пол. Как бы тоже все сюда удобно добраться. Ну, и также подлестничное пространство всегда хорошо оборудуется, всегда оборудуется, ну, под места хранения. Далее у нас с вами лестница на второй этаж. Лестница монолитно-бетонная, залита. Такой долговечный вариант, который уж точно никогда не заскрипит. Пойдемте посмотрим второй этаж. На втором этаже у нас на сегодняшний день предусмотрено 3 жилые комнаты. Комнаты по площади, ну, сказала бы, 2 прям хорошие. 24 квадратных метра, 13 и 10 квадратных метров. Давайте начнем с большой комнаты. Значит, как мы поднялись по лестнице, с правой стороны самая большая комната. Комната правильной прямоугольной формы, площадью 24 квадратных метра. Комната с двумя окнами. Ну, в общем-то, в общем-то, здесь можно здорово и хорошо разместиться, да? Большая-большая комната. Пойдемте посмотрим дальше. Напротив у нас вторая спальня. Спальня площадью 13 квадратных метров. Комната прямоугольной формы. Ну, также, также достаточная по площади. Скажу сразу, что второй этаж у нас мансардного типа. На первом этаже потолки 3,10. На втором этаже потолочки будут пониже 2,55. Но тоже высота потолка очень приличная. И третья спальня. На втором этаже площадью 10 квадратных метров. Все, что которые наш поклевано, по помещениям подготовлено под предчистовую отделку. Выведена везде электрика. Кстати, в дом заведена электрика. У нас 15 киловатт света, да? Это три фазы. Поэтому здесь у вас точно ничего не будет выбивать, и будет все хорошо работать. А санузел второго этажа? Санузел второго этажа, совмещенный общей площадью 5,8 квадратных метров. Удобно, да? Когда у нас два санузла, санузел первого этажа и второго. И обратите внимание, друзья, вот здесь, на второй этаж, как мы поднялись по лестнице, здесь можно поставить прям тоже хороший шкаф. Вот такой, да? И будет дополнительное место для хранения. Шкаф-купе прям вот доверху. Поэтому вот это вот пространство, ну, холловым не назовешь, он такой вот, площадку вот эту, ее тоже можно задействовать. Либо как-то интересно дизайнерски обыграть, чтобы она вас радовала, либо это все дело оборудовать именно под местах хранения. Да, как женщина, могу сказать, в доме много шкафов, не бывает. Всегда находится куда-нибудь, что-нибудь спрятать. И всегда ищешь, всегда ищешь в какой бы уголочек дополнительный шкафчик в полочке организовать. Ну что, итак, друзья, мы с вами посмотрели жилой дом 21 года постройки, полностью кирпичный, на земельном участке, площадью в 4 сотки. Три жилые комнаты, кухня-гостиная, кухня-столовая, кому как нравится. Отдельно зал, гостиная, большущая комната 25 метров, 2 санузла. Все вашему вниманию. Стоимость данного домовладения 5 миллионов 500. Если вы приобретаете его готовы и рассматривать за наличный расчет, если у вас ипотека или какая-то другая форма расчетов, звоните, будем договариваться и объяснять ситуацию. Если понравился данный дом, хотите его посмотреть, пишите, звоните. С удовольствием вам его покажем. Подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко.